Советское государство. Неудавшаяся попытка возрождения экономики через кооперативы в советское время в сознании людей, целенаправленно формировалось негативное отношение к частной предпринимательской деятельности. Пропаганда оказывала сильное влияние на общество, начиная с идеологической обработки детей. Например, в литературе того периода изображались подростки, занимавшиеся продажей излишков выращенной ими продукции, как спекулянты, что осуждалось в советском обществе. К середине 1980-х годов стало очевидно, что экономика СССР находилась в глубоком кризисе. Руководство страны во главе с Горбачевым пыталось найти решение, прибегнув к политике перестройки. Одной из мер стала легализация малого бизнеса в форме кооперативов, хотя ранее частное предпринимательство жестко порицалось. Однако переход к рыночным отношениям оказался проблематичным для архаичной партийной системы, не готовой к смене мышления. Парадокс ситуации заключался в том, что в Уголовном кодексе по-прежнему существовала статья за спекуляцию, что фактически ставила новые кооперативы вне закона. Плановая экономика и забюрократизированная система распределения ресурсов не позволяли кооперативам действовать самостоятельно. В итоге, несмотря на провозглашение курса на перестройку, Советский Союз так и не смог преодолеть глубокий экономический кризис, усугубленный сохранением партийного контроля и борьбы с инакомыслием. Кооперативная революция, взлет и падение начала 1990-х годов ознаменовалась появлением новой экономической модели в советском обществе – кооперативов. Казалось, что это шаг к рыночным отношениям и предпринимательству, однако реальность оказалась далека от идеалов. Взяточничество и коррупция стали неотъемлемой частью кооперативного движения. Выжить могли лишь те, кто имел связи с влиятельными чиновниками и был готов идти на нечестные сделки. Директора предприятий быстро наладили свой бизнес, используя государственные ресурсы и налаживая тесные связи с властью. Законопослушные кооператоры были в меньшинстве, большинство же использовали серые схемы, получая доступ к дефицитному сырью и сбывая свою продукцию по завышенным ценам. Для рядовых советских граждан открыть свое дело было практически нереально, их быстро задавливали налогами и бюрократией. Поэтому теневой бизнес процветал, а люди воспринимали кооператоров как главных врагов и паразитов. Появились громкие дела с подпольными миллионерами и расхитителями госсобственности. Надежды на кооперативы как на путь к рыночной экономике не оправдались. Напротив, они стали симптомом глубокого кризиса и заката советской системы. Крах мировоззрения, когда вчерашние враги народа стали наживаться, подорвал доверие населения к власти. Стремительная приватизация после принятия новых законов лишь усугубила хаос. Кооперативы не были главной причиной падения советского строя, но их деятельность ярко высветила системные проблемы режима, который уже не мог справиться с изменившейся реальностью. Август 1991-го стал закономерным финалом этой драматической истории. Продолжение следует...